Большинство моих друзей часто жалуются на то, что якобы в Улан-Удэ нечем заняться, мол у нас нет каких-то особых развлечений. Но знали ли вы, что оказывается у нас в городе Улан-Удэ можно покататься на байдарке, на катамаране, а также научиться сапсерфингу? Как, с кем и за сколько, мы сейчас расскажем. Начинаем инструктаж. Сначала можно надеть жилет. Так что, встаем на стол и можно садиться, в принципе, сначала мы как обучаемся, нас слушаем. Загребли с левой, развернули вниз, с правой вверх, с левой загребли. А, все, понял. Такс, такс, такс. Мерчатся одновременно, вы начинаете лезти, я по вас подстраиваюсь. Такс, с левой, да? С левой, да? В байдарке это, так сказать, полная свобода. Ты идешь, ни о чем не думаешь. Просто ты, природа, реки, река. И ты просто кайпуешь от всего этого. А вот Уда, Селинга, какие-то есть особенности здесь, вот какие-то у этих рек? Если брать речку Уда, она сама себе очень извилистая, спортивная речка. Там постоянно надо подруливать из кустов, кусты, посмотреть мир. То есть, тут такая более спортивная, где нужно больше подвести. Если брать Селингу, она такая широкая, массивная, чуть-чуть там побыстрее. Но она больше как отдыхательная речка. Сбавляешься, отдыхаешь и просто получаешь наслаждение. Для меня лучше то, что ты сама здесь процесс полностью контролируешь. Общаешься с людьми. Даже если, допустим, на яхте, это все равно не то, потому что звук мотора, во-первых, он мешает. А тут ты наедине с природой, самим собой, чистые мысли и просто кайфуешь от этого. Перед вами собор. Сад переводится как Step Up Payball, то есть гребля стоя. Фишка в том, что на этом борде нужно стоять, когда вы на воде, и грести, получается, стоя. Но, так как мы новички, мы начинаем с первого уровня. Для этого мы, как можно вставать, садимся на коленочки. Неважно, как было. Да. У нас есть здесь лединовый азор. Мы садимся вот примерно где наклеечка. Ага. Да. У нас есть весло. Мы держим его за рукоятку. Наоборот. Вот так вот. Так, извините. Так, все верно, да. Это рука на сверху. И мы делаем такие вот загребы. Буквально пять минут нужно, чтобы привыкнуть, а дальше уже легко. Маршрут мы разработали в апреле месяце. То есть он идет... С утра можно выехать с 10 часов до 3 дня. И с 5 вечера, да, до где-то 8, до полдевятого в сторону города. Утренний маршрут он очень красивый. То есть ты до города идешь, смотришь окраины. Сейчас очень много цаплей, утки. То есть есть посмотреть гнезда, ласточек. У нас также вот по реке Уда есть. То есть такие места очень интересны людям. Вечером это уже уходим в закат и смотрим наш город с другой стороны, со стороны реки, как это все выглядит. То есть очень интересно. Многие люди очень радуются тому, что видят реально город с другой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова